Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 5 апреля, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых. Василия, Макария, Анастасия, Варвары, Алексия, Ильи, Стефана, Сергия, Лидии. Мир и благословение Божье, да пребывают с вами, дорогие именинники, светлой вам радости ангельского дня и помощи Божьей во всех ваших добрых делах и благих начинаниях. Сегодня Святая Церковь совершает память священномученика Никона. В молодых летах Никон служил в римском войске начальником отряда. Был воспитан отцом в языческой вере, но его мать была христианкой. Всеми силами старалась расположить своего сына к христианской вере, но все старания ее были тщетны. Отпуская его однажды на войну, мать на прощание сказала ему, «Сын мой, если на войне случится тебе быть в опасности, то огради себя крестным знаменем, и тогда не поразить тебя ни копье, ни меч». Вспомнил Никон слова матери, когда в полусражении очутился в неминуемой беде, окруженной неприятелем, осенил себя крестом и остался победителем. Впоследствии он обратился ко Христу, был священником, затем епископом, подвязался в Афракии, оттуда перешел в Сицилию, где пострадал со своими учениками иноками при императоре Дыкия в половине третьего века. Святая Церковь, воспевая честный и животворящий крест, Господень, прославляя Его в своих песнопениях, свидетельствует. Крест — Хоронитель всея Вселенная, крест Церкви — Украшение, крест верных утверждений, крест Ангелов Слава и Демонов Язва. Уявление в мире креста как непобедимого оружия Священное Писание многократно предупреждало в тех или иных пророческих явлениях. Ну, например, когда Моисей уводил израильский народ из Египта, то фараона он победил силою креста. В руках у него был жезл чудодейственный. Когда он ударил этим жезлом вертикально, то встало чермное море, вода раступилась, и израильский народ прошел по дну моря бесприткновенно. Когда последний израильтянин вышел на сушу, Моисей провел горизонтальную черту, и море сошлось, потопив в своей пучине фараона. Иисус Новин, предводитель израильского народа в землю обетованную, приказал воинам вступить в бой с язычниками, то умолил Бога, чтобы день был продлен. Он стоял на возгорье, над бранью, воздевая к небу руцы, опять же, крестообразно. Его помощники помогали поддерживать руки, и когда руки были вознесены крестом, солнце остановилось, и день был продлен. Когда, опять же, израильский народ в пустыне постигло очередное испытание от змей, то Моисей приказал вознести медного змея на, опять же, крест. И всякий, кто вглядывался в этот образ, он выживал, несмотря на ядовитые укусы змей. Опять же, в пустыне очередное чудо Моисеем совершенное, источение воды из камня крестообразно, Моисей ударил жезлом в этот камень, из него потекла спасительная для жаждущих вода. Мы порой слишком легкомысленно относимся к крестному знамению, к символу нашей веры, к божественной печати, которую Господь отмечает верных Своих. И каждый раз, когда встречаешься с небрежностью, когда человек, ну, что называется, то ли крестится, то ли мух отгоняет, что-то перед носом машет такое, а что это? Ну, вроде бы, должен быть символ креста, на самом деле, кощунственное надругательство над святыней. Или когда встречаешь такие несовместимые вещи, вроде как на груди у христианина должен быть крест, а человек вместе с крестиком носит или подковку, или значок, ну, какого-нибудь козлища, барана, или каких-то присмыкающихся, или членистоногих, тем самым свидетельствуя о своем абсолютном винегрете в голове, потому что, ну, какое общение у света с тьмой, как общение у Бога с дьяволом, какое общение у христианства с язычеством, которое выражено в астрологических символах? Абсолютно никакого. А человек, ничтоже сумняшись и дерзает это совмещать. Мы порой забываем, что такое крест Господень. И даже когда христиане во время богослужения изображает на себе крестное знамение, это бывает механически, бездумно и бессмысленно, по привычке, чтобы рука не затекла или чтобы, как так, исполнить некоторую форму. Но всякий раз, когда мы накладываем на себя печать распятого зоны Господа Иисуса Христа, внутри должно происходить некоторое духовное действие. Наш ум, это величайшее священное действие, должен внимательно переживать и сердце рождать благодарное к Богу чувство или чувство сокрушения, или чувство покаяния. Изображение креста на себе — это величайшее священное действие, к которому всегда нужно подходить внимательно. К сожалению, человек — существо непостоянное, невнимательное. И даже если доводилось кому-то переживать события Страстной Пятницы или, точнее, службу, совершаемую в Страстной Четверг вечером, чтение Страстных Двенадцати Евангелий, если это и потрясало до глубины души, а потом Пасха, Светлая Седмица — это впечатление как-то сглаживалось и забывалось. Что значит крест в жизни Христа, что значит в жизни каждого христианина? Нам бы следовало каждый раз, налагая на себя крест, внутренне, духовно переживать эту величайшую святыню, данную человеком, от Бога. 20 век напомнил, что такое распятие на кресте, ибо во время немецко-фашистской оккупации, или, точнее, в лагерях смерти, немцы, будучи людьми очень прагматичными, любознательными, пунктуальными, Они ставили опыты, в том числе опыты над людьми в отношении, как человек переживает смерть на кресте. И все очень точно протоколировалось, освидетельствовало, как человек себя чувствует и от чего он умирает. Умирает человек от удушья. Мучительные смерти на кресте трудно было что-либо придумать осатаневшему человеку, подвергавшему своих собратьев такой лютой смерти. Но время от времени встречаются, опять же, сектанские, еретические измышления, что Христос, Он не страдал на кресте. Ну, или как Бог, Он просто не мог страдать, или это был не Он, а Его образ. Или то, что вошло в исламские свидетельства об пророке Исе, что Он вообще не испытывал распятия, а вместо него распяли другого, Симона Киренейского, который нес его крест, а он, затерявшись в толпе, избежал смерти, ну и, как следствие, не воскресал. Но для того, чтобы все эти ложные понятия пресечь, Церковь в символ своей веры, вкоренила, впечатала один из его членов, распятого за нас при Понтии Пилате и страдавшего. И погребенно, что в истории имело место быть распятие Иисуса из Назарета, Он действительно страдал. Причем осмыслить меру Его страданий мы даже не можем, поскольку физические страдания, они более-менее понятны. Каждый и болел, и испытывал боль, но той меры страданий, распятого на кресте, мы по милости Божией не переживали. Но Господь, став солидарен с нами до смерти, Он пережил еще более страшное испытание, страдания духовные. Поскольку плата за грех есть смерть, и мы умираем по закону, потому что мы грешники, но Господь ни единого зла не створил, и смерть в нем не имела ничего своего. А смерть наступает в результате разрыва человека с Богом, потому что источник жизни Господь. А Христос никогда этой связи не терял. Поэтому ради нас Он добровольно согласился на разрыв этой связи с Богом Отцом. И это мучение выразилось в таком предсмертном крике «Боже мой, Боже мой, почему Ты меня оставил?» Дорогие мои, каждый любящий Бога христианин крест носит ближе всего к сердцу. Каждый имеет крестное знамение, как самое сильное оружие против сил зла. Больше, сильнее, страшнее для отверженных духов нет оружия ни на небе, ни на земле. Будем благодарны Богу, будем внимательны, будем наблюдать всякий раз за собой, когда, подходя к храму или в моменты жизненных обстояний, или участвуя в церковном богослужении, нам будет необходимо изобразить на себе крест. Будем помнить, что стоило Христу наше спасение. Будем трепетно с любовью наносить на себя это величайшее крестное знамение. Господи Иисусе Христе, силою чеснага и желтворящего креста помилуй нас. Субтитры создавал DimaTorzok